всем огромный привет не пугайтесь пожалуйста сегодняшнего моего макияжа в стиле я намазывал на себя все что могла очень скоро вы поймете почему сегодня выгляжу я именно таким образом ну а сейчас давайте приступим покажу я вам несколько косметических продуктов недавно мной приобретенных некоторые из них были приобретены на алиэкспресс под этим видео я оставлю ссылки на эти косметические и не очень косметические продукты если вам интересно покажу вам все сводчи фотографии я думаю что все будет для вас достаточно наглядно и первое с чего я начну это пожалуй самое мое такое большое разочарование из всего этого видео это вот такой вот спонж абсолютно безымянный на алиэкспресс купленный за что-то в районе там полтора доллара он стоил что полутора двух долларов вот такой вот спонж сейчас он мокрый я его постирала я была честно говоря очень приятно удивлена когда он мне пришел он очень красивый очень плотный такой красивый голубой цвет в общем выглядит он действительно очень классно но работать и наносить тональную основу на лицо мне им абсолютно не понравилось посмотрите насколько он плотный он не расширяется при намокании он вот такой же абсолютно в сухом состоянии его площадь вот соприкасаемая с поверхностью лица очень маленькая поэтому наносить тональную основу на лицо приходится очень тщательно и очень-очень много времени это занимает поэтому абсолютно этим спонжем недовольна как был моим любимцем спорта спонж от реал техник так он им остается вот этим спонжем я попользовалась два раза и больше если честно желание абсолютно не возникает следующее что я вам покажу это вот такой вот лак доставшийся меня в коробочке и бокс я уже им попользовалась и в общем-то многое о нем поняла это номер 15 с лампочкой в крышечке нажимается она вот таким вот образом 1 1 и лак начинает светиться в принципе очень удобно если вы любитель накрасить любительницы накрасить ногти в темноте вот так вот он сияет сейчас конечно освещение у меня такое дневное может быть это плохо видно лак наносится в целом очень хорошо блестки достаточно крупные по ногтю они разносятся не плотно кое-где но в общем на фотографии вы можете это увидеть в целом если не считать что я такие лаки в принципе не люблю с такими частичками или блестками то в целом качеством лака я довольна следующее что я вам покажу это две кисти тоже заказанные на алиэкспресс они шли вот так вот в комплекте одна кисточка для пудры румян я так понимаю другая кисточка вот такой вот бочоночек растушевочная и одной и второй кисточкой я безумно довольна я сейчас пользуюсь только имя но за исключением там еще некоторых моих любимчиков безумно мягкий ворс ворс натуральный очень хорошо набирает пудру очень хорошо набирает румяна бронзер я считаю что вот это действительно кисть она очень универсальная она подходит как для бронзера вот этой вот плоско такая немножечко плоская вот эта плоскость поверхности очень удобно наносить бронзер также очень подходит для румян у нее такое небольшое и немаленький объем кисти да и также очень удобно конечно же носить пудру по лицу плотно очень набита можете это увидеть. И из-за того, что она плотно набита, она безумно круто распределяет пудру и переносит пудру на лицо. Поэтому кисть вообще просто великолепная. Единственное, наверное, ее минусом является то, что, ну, небольшое количество волосочков все-таки из нее вылезает. В целом, кисть просто потрясающая. Вот эти пары волосков, которые из нее вылезли, ну, на мой взгляд, абсолютно ей простительно. Ну, и плюс внешний вид, мне кажется, что она очень красиво выглядит с деревянной ручкой. И эта кисточка совершенно точно так же. Буквально пару волосочков из нее вылезло. Очень мягкая, абсолютно не корябая эта века. Прекрасно просто растушевывает, никаких претензий. Выглядит тоже очень и очень неплохо. Следующее, что я хочу вам показать, очень долго как я собиралась и всегда забывала, не знаю даже почему, показать вам вот такую вот пудру от фирмы Bourjois Bio Detox Organic в оттенке 54 Beige. Вот так она выглядит. Я знаю, что эта пудра очень немногим нравится. Вот так вот выглядит оттенок и спонжик, которым я иногда пользуюсь, но во влажном состоянии я эту пудру использую достаточно часто. Эта пудра вряд ли подойдет на летний период, потому что она очень плотная. Она имеет такую перекрывающую способность, что вполне способна работать даже без тональной основы. Перекрывает легкие покраснения, какие-то незначительные прыщички. Для лета очень-очень плотная. Из минусов выделю то, что если у вас лицо шелушится, эта пудра шелушение подчеркивает. Также я бы не стала рекомендовать эту пудру женщинам, ну так скажем, там после 50, но для возрастного макияжа, вернее, она не совсем подходит, потому что все шелушения, все морщинки, она подчеркивает особенно в области вокруг глаз, носа и носогубных каких-то складок. Если у вас кожа хорошая, то это прекрасная вещь и прекрасная альтернатива и тональной основе и пудре. Поэтому я ей, ну я не сказала бы, что я ей пользуюсь ежедневно, хотя вы можете видеть, что осталось ее не так уж и много, то есть я так в свое время и хорошо попользовалась. И самый главный плюс этой пудры то, что она органическая и не содержит вредных элементов. Следующее, о чем я хотела бы вам рассказать, несмотря на то, что я уже в каком-то видео делала обзор на эти тени, на тени клиник в оттенке 09. Это самый, по-моему, темный в их, ну в такой линейке цветов, вот такая вот серая палитра. И сейчас она у меня, абсолютно вся вот эта растяжка на моих глазах. С помощью этой палетки я делала макияж. Я делала сводчи в каком-то из видео на эту палетку. В принципе, я все о ней рассказывала. Почему я решила в этом видео, собственно, продемонстрировать вам ее еще раз, потому что, мне кажется, вот нагляднее, когда с этой палеткой сделан макияж. Тени прекрасно растушевываются, они растушевываются просто иногда, мне кажется, даже сами. Отлично пигментированы, очень-очень плотным таким цветом наносится буквально вот один слой, здесь нету тени, такое вот наслаивание теней на моих глазах сейчас нету. Очень я довольна. Я точно приобрету какие-нибудь тени другого оттенка вот этой фирмы. И я могу сказать честно, что это одни из лучших теней, которые есть в моей коллекции, которые мне когда-либо встречались. Поэтому могу вам посоветовать эту палетку. Конечно, залапывается она достаточно быстро от рук, но я думаю, что это меньшая злобь, которая может нас подстерегать при покупке теней. Ну и следующее, о чем я вам хочу рассказать, это вот такой вот лак для губ фирмы Риммль Апокалипс в оттенке 400. Вот так он выглядит и сейчас он у меня на губах. Я, если вы помните, была в поиске лака для губ хорошего. Сейчас покажу, как на руке выглядит, если кому-то это понадобится. Вот так вот плотно, даже в один слой наносится. Я искала лак для губ хороший. Купила я и в Сен-Лоран, вот такой вот в оттенке, по-моему, десятым, если я не ошибаюсь. И говорила, что я была в нем очень разочарована. Посмотрите, как он плешилит по сравнению с блеском, не с блеском, а с лаком для губ Риммль. И это тот оттенок, который я действительно искала. Я думала, что лак фирмы в Сен-Лоран будет именно вот такой. По качеству наносится просто волшебно. Вот это сейчас у меня на губах всего лишь один слой. Здесь нет никаких поправлений, исправлений. Что касается кисточки. Посмотрите, как выполнена кисточка. Сейчас я убираю отсюда лишнее. Кисточка имеет выемку вот здесь, благодаря чему сюда попадает лак, когда вы его вытаскиваете из тюбика. И одного вот такого вот вытащенного раза, скажем так, этой кисточки хватает на то, чтобы накрасить действительно все губы. Не надо туда-сюда. Вот это вот все, как мы привыкли. Я очень им довольна. Он не сушит губы, он их не склеивает, он потрясающе выглядит. Он при солнечном свете просто великолепно блестит. У меня действительно нету к нему абсолютно никаких претензий. Причем в этой коллекции очень-очень красивые цвета я видела, но мне просто очень хотелось именно красный лак для губ. То есть 1700 рублей стоил вот этот вот лак для губа в Сен-Лоран. И, по-моему, в районе 300 рублей со скидкой стоил фирмы Rimmel Apocalypse. Вот, на мой взгляд, они должны ровно наоборот стоить. Вот это вот действительно вещь. Я вам ее действительно очень-очень советую. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. На сегодня все. Пока!